Единые Евреи открыты были и на замке, но было больше всех дверей у русской нации, конечно, и это все на радость ей соединяло нас на вечер. Был не кичлив наш русский брат, все было общее, плед и песни, и каждый дружбой был богат, а жизнь и ярче, и чудеснее. Мы рядом, вместе, навсегда, и каждый дома, и благодарен. А если вдруг пришла беда, сражались все вместе рядом русские и татарьи, мы вместе пели им труду, трудом осваивали, дали всегда, везде, в любом краю мы вместе, значит, крепче стали. Пролив татарский дальний порт, и земли, так и Ленинграда, боев победы, ратный бот, мир, вот высшая награда. Мы вместе замыкаем круг, и чувства наши не убудут. Коль русские исчезнут вдруг, татары следующими будут. Татарин, или русский ты, не гены скажут по науке. Татарин, русский будешь ты, коль россияне твои внуки. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы рады вас приветствовать в Московском 20 пионеров Татарской культуры, который проводится в рамках детского фестиваля национальных культур «Мой дом в Москве». Фестиваль ставит перед собой важные и благородные цели – показать богатство и красоту народного творчества, приобщить детей и молодежь к культурному наследию, помочь развитию межкультурного диалога. И сегодня концерт «Москва-Татарская. Город добрых соседей» идет председателем региональной татарской автономии города Москвы Борисов Борисович. И заслуженный мастер спорта Российской Федерации, пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию, просто красавица Аниса Альбова. Организаторами сегодняшнего замечательного праздника являются Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Департамент образования города Москвы, Московский дворец пионеров, Региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия города Москвы» и Татарский культурный центр города Москвы. Мы с огромным удовольствием приглашаем на сцену руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталия Ивановича Сучкова. Добрый день, уважаемые ребята, добрый день, уважаемые взрослые. Мне очень приятно приветствовать вас в этом зале от имени правительства Москвы на нашем уже старшем традиционном фестивале национальных культур «Войдон Москва». Фестиваль родился в 2016 году по инициативе национально-культурных автономий и Департамент образования, Департамент национальной политики и межрегиональной связи поддержали инициативу нашей национальной общественности. И мне очень приятно сегодня сказать вам о том, что это уже второй сезон нашего фестиваля. Я вспоминаю день татарской культуры первого сезона, когда здесь в зале яблоку негде было упасть, и мы честовали великого сына татарского народа, Акчурина Васима Сулеймановича. Я смотрю, некоторые люди, по-моему, были на прошлом мероприятии, и действительно очень было здорово, что так тепло вы встречаете своих действительно национальных лидеров. Я хочу сегодня сказать о том, что в рамках фестиваля «Мой дом Москва» мы в конце февраля запускаем еще один проект. Этот проект называется «Этно-Олимпиада». Мы хотим, чтобы вы, ребята, активно участвовали в этом проекте, и 1 июня на площадке Дворца пионеров мы будем чествовать победителей. Я надеюсь, что кто-то из сидящих здесь в зале тоже будет в их рядах. Поэтому участвуйте, помогайте ребятам в подготовке тех или иных национальных мероприятий, любите друг друга, дружите друг с другом, и вы видите, что у нас в Москве более 160 национальностей проживает, и каждая национальность имеет очень много хорошего, с чем вы должны делиться друг с другом. Поэтому, когда мы объединим все наше лучшее, то наша Москва, наша столица и наша страна будут еще сильнее и сплоченнее. Поэтому наш фестиваль – это фестиваль дружбы. С праздником вас, дорогие друзья! Виталий Иванович, я прошу вас задержаться на сцену, чтобы наши зрители и дети повнимательней рассмотрели человека, который подставлял, подставляет, и, думаю, в будущем всегда будет подставлять татарам Москвы свое крепкое плечо. Аплодисменты, пожалуйста, за то, что Виталий Иванович все делает для нас.